Вставай 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 Самолет Мессершмитт 109М. Это истребитель. Скорость его 560 км, вооружение пушкой 2 км. Его назначение защищать немецкие бомбардировщики и танковые колонны. Он летает вместе вот с этим господином. Юнкерс 88. Юнкерс медленнее. Его предел 445 км. Зато он берет до двух тонн бомб. Это пикирующий бомбардировщик. Вставай 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 Данная зенитная установка. Тысяча пуль в минуту. Радиус обстрела 360 градусов. Гаубица. Калибр 211 миллиметров. В ней целая компания тяжелых орудий. Они были нацелены на Москву. И действительно попали в Москву. Сто процентное попадание. Целиком. Вместе с лафетами. Эта маркира сделана в Чехословакии на заводах «Шкода». Она обстреливала Ленинград и била польду Ладожского озера, разрушая ледяную дорогу, по которой мы снабжали население Ленинграда. Тяжелый вес орудий. Еще тяжелее вина Германии. И еще тяжелее будет расплата. Немцы собирались воевать молниеносно. Скоро они будут праздновать пятилетие с начала молниеносной войны. Много танков собрали немцы. Вот танк задушенной Чехословакии. Вот итальянский танк. Он удачно удрал из песков Египта. Но завяз в снегах России. Вот танк Венгрии. Туда конь с копытом, туда и рак с плешнем. Вот бедный Самуа. Виши, продавая его вместе с Францией. Вот германская артиллерийская установка типа Фердинанд. А вот сам Фердинанд. Чудовище. Нарисован слон. Называется Тигр. Боевой вес 60 тонн, передняя броня 100 миллиметров, бортовая больше 80. Вооружение 80-ти миллиметровая пушка, два пулемета и подкова. На счастье. Подкова помогла. Тигру повезло. На его шкуре ни одной пробоины. Наши артиллеристы изучают его в целом виде. Надо же знать, как этих тигров бить, чтобы привести их в такой вид. Перейдя к обороне, немцы создали бронированные пулеметные точки. Вот посмотрите. Это серьезная штука. Лобовая броня 150 миллиметров. Заг послабли 30 миллиметров. Внутри печка и вентилятор. Сидят там два человека. Точка захвачена 15 июня 43-го года. Инженерная часть немцев. Бонтонные мосты, лодки. А это гидрогрюки. В такие штаны залезает фриц и ходит по воде, когда ему нужно чинить понтон. Приспособление, чтобы вылезти сухим из воды. Отдел тыла. Автомашины. Вот это Шкода. Это Мерседес-Бенц. Это Рено. Да, милый мальчик. Грузовик Рено очень хороший грузовик. Пяти тонн. Французы его плохо охраняли. Достался немцам. Вот специальная машина для зенитной установки. Я не завидую этому шоферу. Это санитарный автомобиль маленький Ганза Ллойд. До войны развозил шоколад. Теперь возит раненых. У немцев много специальных автомобилей. Много машин с дизельными установками. Много вездеходов на гусеничном ходу. И автомобилей с несколькими ведущими осями. Это один из павильонов. В нем боеприпасы, стрелковое оружие, минометы. Всего не пересмотришь. На выставке несколько десятков тысяч таких экспонатов. Образцы легкого немецкого оружия. Наступает осень. Посмотрите зимнюю одежду фрицем. В немецком сукне утильные очесы шерсти, 15% вискозы. Опять холодно будет фрицем. Очень холодно. Оргина не греют, а полушубков нет. Это только образцы вооружения. Если собрать все трофеи, захваченные Красной Армией, не хватило бы места на всех московских площадях. Наряды запрудили бы все улицы. Автомобили заставили бы все дороги до ближайших городов. Непобедима наша Москва. Непобедима наша армия. Непобедим наш великий народ. Непобедима наша Непобедима шерсти. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...